Добрый вечер! О главных новостях Алтайского края расскажу вам я, Анастасия Борисова. И начнем выпуск, как всегда, с главных тем. Домашний арест, принудительные работы или год лишения свободы? Какое наказание ждет педагога цирковой студии в Барнауле за серьезную травму ученицы? И почему родители девочки на его стороне? С Настей мы отрабатывали мед срыв на ноги. То есть она руками держалась вот здесь за верхнюю перекладину. Ногами она делала кач. На планете их всего 5%. Сегодня отмечают Международный день леворуких людей. Как им живется в праворуком мире и кого можно вырастить из левши? Мне говорят, что левша, левша, левша. Левши еще хуже. Жители и гости края стали очевидцами масштабного ММА-шоу «Алтай Пэлос Файт». Одной из главных звезд вечера стал Джефф Монсон, экс-боец ММА. И начнем выпуск с оперативной информации. 13-летнему мальчику во время прыжка с тарзанки оторвало руку. ЧП произошло в селе Моралиха Черышского района. Ребенка доставили вертолетом с анавиацией в медучреждение Барнаула. Краевой следственный комитет начал проверку. В днем 10 августа текущего года возле водоема в селе Моралиха Черышского района трое подростков прыгали в воду из так называемой веревки-тарзанки, привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла и им механическая ампутация. Вследствие предстоит выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах. Одно неверное движение ученицы может стоить ее педагогу свободы. В Барнауле преподавателя цирковой студии будут судить за травмы, полученные одной из воспитанниц во время выполнения художественного элемента. Евгения Князева пообщалась с родителями пострадавшей и самой обвиняемой. Эти кадры сделаны уже после рокового случая. Сейчас воспитанница детской цирковой студии Орликина Анастасия Смоленинова выполняет только элементы с кадушками. Еще восемь месяцев назад десятилетняя учница-педагога Елена Коржевых могла свободно делать трюки на полутора и трехметровой высоте. Однако судьба распорядилась по-своему. Во время тренировки девочка неловко перевернулась и сорвалась с воздушного кольца. В результате тупая травма позвоночника и компрессионный перелом нескольких позвонков. С Настей мы отрабатывали элемент срыв на ноги. То есть она руками держалась вот здесь за верхнюю перекладину, вот за вот эту. Ногами она делала кач, и нужно было отпускать руки, и ногами вот сюда залететь. Ногами она сюда не залетела, а руки она уже отпустила. Соответственно, она упала на спину. Голова вниз? Ну, вот она упала вот на вот это место, на шейные позвонки. Вслед за тяжелыми травмами своей подопечной и переживанием за ее состояние, в жизни Елены Коржевых появились следователи. 25-летнему педагогу вменяют обвинения по второй части 118-й статьи. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В худшем случае девушке грозит до 4 лет лишения свободы и запрет педагогической деятельности. Не существует просто на сегодняшний день никаких стандартов, которые были бы нарушены педагогам. Вот, их просто нет. И пытаются это дело вот, ну как так, корректно сказать, да, сформировать, сделать, да. После этого просто как мы сможем остальные педагоги работать, потому что вот я преподаю рукопашный бой. Это тоже такой вид спорта, который достаточно предполагает наличие травматизма. Довод стороны обвинения такой. Якобы во время выполнения номера к воздушному кольцу не был прикреплен страховочный трос. Но, по словам Елены, на полутораметровой высоте даже по регламенту такого вида страховки не положено. Длина страховки является вот именно нашей метр тридцать. То есть кольцо было на высоте полтора метра. То есть в данном случае страховка бы ее просто не спасла бы. Мы, естественно, прицепляем уже на страховку, когда идет высота более трех метров. То есть это да, уже мы, соответственно, прикрепляем. Трос короче нельзя сделать, потому что не даст выполнять алименты какие-то другие. Цирковым искусством Анастасия занимается пять лет. Причем, по словам родителей Насти, когда они отдавали ее в студию, осознавали риски и травмоопасность такого увлечения. Поэтому к случившемуся отнеслись с пониманием и претензий к педагогу не имели. А когда узнали о том, что против Елены возбуждено уголовное дело, откровенно пришли в ужас. Вместе с ними напугались и остальные родители, не говоря уже о детях. А если уберут как преподавателя вот этого сильного, ну, многие пострадают, я думаю, и дети, половина не будут ходить, что сейчас ходят. Конечно, надо больше ответственности проявлять, когда ты с детьми занимаешься. Но, коль так произошло, зачем наказывать опять педагога? Наши дети после этого случая, никто не пришел, не сказал, мы не доверяем данному педагогу. Как продолжали дети ходить, так и ходят дети. И они доверяют, и мы, как родители, доверяем этим педагогам. По словам педагогов Центра детского творчества Ленинского района, если суд признает вину Елены Коржевых, город лишится единственного преподавателя циркового мастерства. Замены молодой учительницы просто нет. Это значит, что 100 детей останутся не только без любимого тренера, но и лишатся возможности заниматься этим зрелищным искусством. Первое заседание суда по делу Елены Коржевых состоится уже в сентябре. Как уверяет адвокат педагога, шанс на оправдательный приговор 30% из 100 на эти крупицы сейчас и надеется девушка. Евгения Князева, Роман Хайрулин. Новости. Продолжаем выпуск. Ветеринар побила подростка в Барнауле за порванный баннер. Конфликт произошел сегодня по адресу Лазурная, 19, рядом с Центром ветеринарной помощи, сообщают очевидцы. Видео произошедшего выложили в паблике инцидент Барнаул. На нем видно, один из парней засунул голову в специальное отверстие баннера для фотосессии, чтобы сделать снимок с эффектом, будто его поедает тигр. В это время из клиники вышла сотрудница заведения. Она начала вытаскивать подростка и говорить, что он порвал баннер. По словам очевидцев, в итоге женщина ударила подростка по голове и закрыла его в клинике. Проверкой случая уже занялся Краевой следственный комитет. Сейчас изучают данное видео и опрашивают свидетелей. Более 20 тысяч предложений поступило от жителей края в программу развития Алтайского края на ближайшие пять лет. В региональном избирательном штабе кандидатов губернатора Алтайского края Виктора Томенко подвели итоги работы по созданию проекта программы «Алтайский край. Энергия. Развитие». Большинство предложений касаются проблем в конкретных населенных пунктах. В программе прописаны основные направления развития промышленности, аграрного сектора. Говорится о дорожном строительстве, благоустройстве, образовании и медицине. Проект программы представят в ходе регионального конгресса муниципальных образований в эту пятницу. Свою предвыборную программу обозначил и другой кандидат Владимир Семенов. Он выпустил газету-листовку. Из нее также можно узнать подробно о его предвыборных предложениях. В настоящее время активисты штаба встречаются с избирателями в населенных пунктах. С программы кандидата Людмилы Сусловой можно ознакомиться на официальном сайте «Справедливой России». И четвертый кандидат от партии «Роста» Андрей Крылов традиционным способом агитации предпочел живое общение с избирателями. К другим темам Белокуриха – город здоровья. По таким девизам в минувшие выходные курорт отметил свой 151-й день рождения. Я желаю городу в этот замечательный праздник, чтобы все люди были всегда здесь здоровые, такие счастливые, как сейчас. И чтобы всегда в их душе жил праздник. Карнавальное шествие, презентации санаторных комплексов, спортивные состязания, выступления творческих коллективов и фестиваль красок. В этом году программа празднования охватила все слои населения города-курорта. Главная тема праздника – здоровый образ жизни. В торжественном шествии прошли все спортсмены-белокурихи. Мастера спорта, победители и призеры первенств, олимпиад и чемпионатов города, Алтайского края и Сибири по разным видам спорта. На ярмарке «Фитнес-блюд» можно было попробовать фруктовые чипсы, медовый грильяш, лимонад из дыни. Те же, кто предпочитает активный отдых, могли сразиться в стритболе и мини-футболе, познать искусство йоги и медитации. По традиции праздник завершился фейерверком. Когда сюда заезжаешь, чувствуешь себя уже сразу такой отдохнувшей, наполнившейся и с хорошим настроением всегда отсюда уезжаю. Я пожелаю в Белокурихе День города процветания, благосостояния для людей, жителей, для того, чтобы здесь было много людей, которые бы приезжали, набирались опыта, набрали бы новую энергетику на Алтае и развозили бы эти мудрости, счастья по всей России. Впервые в России и сразу на Алтае волонтерский тур стоматологов «Алтай-2018» при поддержке компании «Рокс» стартовал в крае. Проводится впервые в России. До этого было это только шесть раз за границей, но все-таки наш регион попал в лидеры по волонтерству, и мы захотели это сделать у нас здесь, на Алтае. 40 стоматологов-волонтеров из Сочи, Красноярска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов целую неделю будут проводить профилактические мероприятия в школах и детских садах Алтайского края и Республики Алтай. До этого проект работал только за рубежом. Волонтеры посетили Бангладеш, Шри-Ланку, Камбоджу, Непал, Бирму. Уже завтра доктора начнут работать в Чемале, дальше по списку Горноалтайск, Артыбаш и Славгород. Сегодня медики ознакомились с достопримечательностями Барнаула в планах не только поработать, но и оценить красоты Алтая. Основная цель нашего тура – это обучение детей правилам гигиены полустирта, детей и подростков, и привитие навыков гигиены полустирта, что является основным в профилактике всех стоматологических заболеваний. Ну и второе непосредственно – это знакомство с красотами Алтая, потому что моя мечта была давно уже съездить сюда, посмотреть на эту красоту. На планете их всего 5%. Сегодня отмечают Международный день леворуких людей. Говорят, они более творческие, да и педагоги уверены, ребенка левшу переучивать не стоит. Кто может вырасти из левши, выясняла Яна Аксенова. В свои 63 года Валерий Коженятский во время операции стоит на месте ассистента. Не потому, что из него не получилось хирурга. Напротив, специалист он первоклассный, только левша. С такой особенностью оперировать удобнее именно слева от пациента. Строгие родители в детстве Валерия Михайловича пытались переучить. Рассказывает, даже ремня перепадала, но не вышла. Так что теперь иногда с коллегами-новичками хирургу приходится хлопотно. Особенности еще какие в работе? Сестры? Новые. Ну вот, про левшей говорят, что вот левша, левша, левша. Про шею еще хуже. Потому что зарядить иглу соответствующим образом, допустим, для меня, для нее это большая проблема. Она не может в голове сложить, как это сделать наоборот. Журналист Анастасия Максимова тоже знает, что такое одной левой. Но ее в детстве удалось переучить. В советское время ребенок левша считался белой вороной. Узнала о своей особенности девушка только в 20 лет. Я заметила, что когда я рисую или занимаюсь каким-то творчеством, я автоматически перехожу на левую руку. А иногда я пользуюсь одновременно обоими руками. Правда, при этом проблематично разговаривать. У левшей работает в основном правое полушарие мозга, которое отвечает за интуицию и творчество. Ученые утверждают, что для того, чтобы постепенно развить эти способности, достаточно просто начать чаще пользоваться левой рукой. У правшей получше обстоит дело с логикой и со стратегическим мышлением. А еще некоторым левшам проще читать текст в зеркальном отражении. Проверим, как с этим справится героиня сюжета Анастасия Максимова. Графиня приняла меня прекрасно. Она приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Получается. Педагоги признают, что переучивать ребенка левшу бесполезно. Можно только навредить развитию. Нужно, чтобы он привык использовать обе руки. Кто знает, вдруг из него получится второй Юлий Цезарь, Александр Македонский или Леонардо да Винчи. Яна Аксенова, Денис Кузьменко. Новости. Теперь перейдем к новостям спорта. Третий международный фестиваль памяти Геннадия Смертина проводят сегодня в Алтайском крае. В церемонии открытия принимает участие в Рио губернатора Виктор Томенко. Подробностями с места событий готова поделиться моя коллега Евгения Князева. Сейчас она находится в парке Смертина и вышла с нами на прямую связь. Евгения, добрый вечер. Вы в эфире. Анастасия, здравствуйте. Я рада приветствовать вас именно сейчас здесь. Передавать, вести прямой эфир из парка спорта имени Смертина. Прекрасный солнечный вечер. Здесь хорошая погода, очень тепло, очень много людей. Пришли сюда граждане, жители Барнаула не случайно. Сейчас здесь проходит футбольный фестиваль. Это настоящий футбольный праздник. И вот теперь подробнее о фестивале расскажу. Дело в том, что в этом году участниками футбольного фестиваля стали юноши 2006 года рождения. Выступает сборная футболистов Алтай. Также команда футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина из Москвы. Локомотив московский. Представители зарубежных клубов также сюда приехали. Это Япония и Южная Корея. В церемонии открытия турнира принимают участие воспитанники Геннадия Смертина Алексей и Евгений Смертины. А также специальные гости. Это бывший игрок московского локомотива Дмитрий Синников и генеральный директор и генеральный секретарь российского футбольного союза Александр Алаев. Анастасия, сейчас у меня вся информация к этой минуте. Мы остаемся здесь. Будем наслаждаться этим футбольным праздником, фестивалем. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу позвать вас сюда, потому что такое футбольное событие пропускать нельзя. И передаю вам слово в студию. Да, Евгения, спасибо. Обязательно к вам присоединюсь, а пока продолжу выпуск. Такого на Алтае еще не было. Жители и гости края стали очевидцами масштабного ММА-шоу «Алтай Пелос Файт». И посмотреть было действительно на кого. Одной из главных звезд вечера стал Джефф Монсон, экс-боец ММА. Не прошли мимо такого события, и наши корреспонденты впечатлениями делятся Владислав Кириенко. Фестиваль «Алтай Пелос Файт» – событие для нашего региона уникальное. Такое у нас проходит впервые. И несмотря на непогоду, посмотреть на бои пришло сюда сотни жителей нашего края. И не зря, ведь один из организаторов – это живая легенда ММА, американец с русским сердцем, человек по прозвищу «Снеговик» – Джефф Монсон. Вы – моя семья. Это первое большое событие, которым я занимаюсь, как гражданин России. Для меня это нечто особенное. Всего на турнире 16 участников. Большинство из них – молодые бойцы, которым нет еще и 25. Приехали со всей Сибири – Барнаула, Новокузнецка, Красноярска, Горноалтайска. Для спортсменов такой турнир – возможность раскрутиться и выйти на новый уровень. ММА-шоу начали с места в карьер. Первый трехраундовый бой вечера закончился меньше, чем за полторы минуты. Своеобразный рекорд турнира установил Вадим Кузин. Победа далась довольно нелегко. Победить получилось, потому что тренер готовил борьбу. Нормально подстинули борьбу и поэтому выиграл рычагом в локте. Не обошлось и без крови. В прямом смысле. 21-летний боец из эскетима Никита Казанцев получил сильное рассечение в схватке. Большую часть боя провел в партере. Итог – поражение. Я ему в процессе боя даже говорил, говорю, давай покажем стойку, зрителям это понравится. Но он говорит, нет. Навязал меня к борьбу. Но я снизу тоже атаковал. Как бы до конца не сдавался. Надеялся на победу. Вернусь еще сильнее. Главным событием вечера стал поединок россиянина Дмитрия Ирлицына и 33-летнего бразильца по прозвищу «Создатель» Сержо Усоузе. Бразильский гость одержал победу уже в первом раунде и завоевал титул в среднем весе. После боя не скрывал эмоций. Чувствую себя очень хорошо. Я долго готовился к схватке с непростым соперником вместе с моей командой. Я собирался показать все, на что я способен. Увидеть ли на Алтае такое ММА-шоу еще раз, пока сказать сложно. Но дебютный турнир, по общему мнению, был фееричным. Владислав Кириенко, Сергей Сидых. Новости. Таким был этот день. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего вам вечера.